О преимуществах нового территориального деления и шла речь на встрече заместителя председателя правительства Московской области Александра Костомарова с представителями прессы. А преимущества эти очевидны. Главный и несомненный плюс – это экономия бюджетных средств, благодаря сокращению числа чиновников. Также это позволит ввести единую систему закупок и единую систему тепло- и водоснабжения. Непонятная история, когда улица и с одной стороны Королёв, с другой стороны Юбилейном, при этом котельная с одной стороны улицы, которая обеспечивает теплом, с другой стороны, а водозаборный узел наоборот находится в Юбилейном, но при этом обеспечивает Королёв. Ну, то есть ситуация была очевидная. После начала формирования городских округов упали тарифы на водоснабжение в Климовске и Подольске, снизилась стоимость проезда в Рузе и Красногорске. Мытищи, Люберцы и Королёв при формировании городского округа высвободили сотни миллионов рублей, которые направляются на решение важных вопросов. Александр Костомаров также подчеркнул, что во всех муниципалитетах проводятся публичные слушания, а кадровые решения принимаются на основании предыдущего управленческого опыта старого административного деления. Если для Ходькова нужно, не знаю, 10 или 15 человек, то для Богородска, возможно, хватит трех. И при этом определенное количество, количество вот этих муниципальных служащих, которые будут работать в муниципальных управлениях, определяется потом органами власти городского округа совместно, опять же, с теми поселениями, которые входят в состав городского округа. Также среди важнейших преимуществ улучшение самого качества управления. После проведенной реформы будут упразднены лишние звенья в административной цепочке, иногда халатно, относящиеся к своим обязанностям. Доходило до того, что при каких-то чрезвычайных ситуациях, в частности, тогда был ураган и ледяной дождь, глава поселения не посчитал нужным приехать к главе района на оперативный штаб. О какой эффективности можно говорить, если глава поселения не считает нужным в условиях чрезвычайной ситуации приезжать к главе района? В конце встречи Александр Костомаров еще раз отметил, что гражданам не стоит опасаться нового территориального деления, так как результат преобразования не скажется на прежних льготах и коммунальных платежах. Льготы для сельских жителей ликвидированы не будут, это защищено законом. И коммунальные платежи, они опять же формируются не от того, что городской округ или муниципальный район, а из экономических и хозяйственных показателей. И кроме того, существуют специальные органы, которые отслеживают формирование коммунальных и других платежей. Работа по преобразованию муниципальных районов в городские округа долгосрочная и еще претерпит не одно обсуждение, в том числе и в нашем муниципальном образовании.